МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Алена Траценко. Глядите в этом выпуске. Жнево на старте. В области распочалась выборочная уборка зерневых. На шести лесных шкодников у регионе объявлена надзвычайная ситуация природного характера. За бездакорную службу. У Гомеля уручили узнагороды судовым экспертам. Ну а зараз об этом и іншим больше подробязна. У Гомельской области намолочена первая тысяча тонн зерня нового ураджаю. Господарки региона распочали выборочную уборку зерневых и зернебобовых. Комбайны вышли у поля у восьми районах. Массовые работы стартуют до конца наступного тыдня. Про то, як минимизовать страты зерня, ишла говорка сёння подчас семинару. Йон проходил на территории сельхазпродприемства Урыцкая Гомельского района. Специалистам, які курирують сельскую господарку з усіх регионов в области, наглядно показали, як лепш настроить агрыгаты комбайна, каб страты зерня были минимальные. У ближайшие дни яны праинструктують сваих падначаліных на месцах. Пакульжа повным ходом іде уборка азимагарапсу. Обмолочена 30% площав. Ураджайнасть на 20% вышейшая за минулогоднюю. Даречы, у гэтым годзе початок уборочной з-за надворья пришлось откласти прикладна на два тыдні. Але, по словах специалистов, дякуючы у тымліку і небесной канцеляры, ураджай повинен быть вышейшим за минулогодні. В текущем году была проведена огромная работа по формированию урожая, выполнены все необходимые технологические требования, и мы ожидаем получить вал зерна в текущем году значительно больше уровня прошлого года. Надзвычайная ситуация природного характеру. У двух лязгасах Гомельской области, Лельчицким і Милашевицким, под погрозой знищення більш за полторы тысячи гектара у лесу. Виною сяму нашестя вершинного жука і жука караеда. Шкодник не покидає древом неводного шансу на выживання і спыняться не збирається. На боротьбу з караедом мобилизованы амаль 300 чоловек і полсотні одинок техніки. Подробязності далі у сюжеті. Оно отработано, сьогоднічого не буде. Бурова мука і оттуліны у стволі перші прикметы присутністі жука караеда. Ход з древа виглядає цілком здоровым, спеціалістам відовошно внутри шкодніки. У гэтай сасне до прикладу апунулося одразу нікалькі сім'я. Площа зараження більш за полторы тысячи гектаров. Зараз усі сілы лязгасаў у Лельчицким районі накераваны на боротьбу со шкодніком. На допомогу колегам пробыліць у працівнікі Гродзінського лісогасподаршіх об'яднання. Ззесь ў нас роботе островецкий лісход. Взяли на корню лісосеку і пілят харвейстером. Після харвейстера будем зжигать порубочні остатки. Площа 2,7 гектара. Єсць участки от 10 соток і до 3 гектар. Зараз тут активно размножаюцца одразу два виды жуков шкодніка – у вершинны і караед. Перша знищае крону і верхніе две трэці ствола. Другі зілкуецца корой. І увы, ніку їні усе древа. По словах спеціаліста, у такого масового нашестя шкодніків у цих лісах не було з минулого стагодзі. Четырі годи без дождей в данному регіоне. Понижение уровня, ученые доказали, на метр шестьдесят сантиметрів уровня воды. Тобто дерев'я вже не можуть бороцься. Дані насекомі у нас були всегда, но вони були в незначительних количествах. Тобто дерев'я боролись, було необхідне давлення живіцы смоли. Ми приїмаємо все мери, які треба зробити. І до 1 ауста данна задача десь бути виконана. Огнём ісякері, пакуль один і метод виратування лісу. Хімікаты не допомогуть. Жуки з потерпілых древа у пероходзіць на здорові. Спалюють древніну під строгим контролем. На кожному участку дежурить пожарная машина. Те, що удається виратувать, будуть реалізовувати у якості дроу. А крім того, спеціалісты лісгасу готові за місць кожной загинувшей хвой высадзіць нове. У годовальніку свою годину чекають сотні саджанців. Ганна Ковалёва, Воліга Халадовіч, Телерадео Кампанія Гомель, припатрымцы агентства Теліновін, Лільчицкий район. У ближайшую суботу, 15 ліпеня, мясцовые улады проведуть чарговые промые телефонные лінії. На пытані Жихарову області адкажа старшыня Гомельського обласного савета депутатаў Олег Леонідович Борисенка. Звернуцца до яго можна з 9 до 12 годзін панумар телефона у Гомелі 75 12 37. А у Гомельскі мугар выканками промую лінію проведе намеснік старшыні Віталь Геннадзівич Атаманчук. Телефон 75 19 54. Час работы промых ліній з 9 до 12 годзін. Сьогодні у Гомелі адбылося узнагароджані супрацовнікаў управління Державного комітета судовых експертызы Республіки Беларусь по Гомельскай області. Офіцэры отрымалі пагоны з нагоды присвоєння чарговых спеціальных воўнскіх званніў і медалі. Вероніка Ворошыліна, Володая, падрабязнастями. Урачысты царайманіял разгорнувся ў колонный залі Палацу Румянцевых і Паскевичаў, што зусім не выпадкова гэтай велична установа ў розныі часы бачила немалабліскучых воўнаначальнікав. Урачыстае пастроєння особистого составу супрацовніка управління, присутність керуючых особ, правооховных структур і представніков виконавчої влады. Усаправды святочныя обстановця офіцэры отрымалі пагоны з нагоды присвоєння чарговых спеціальных воўнскіх званнів – старших лейтенантов і капітанаў майору і подполковніка ўюстицыі. Так само супрацовнікам ведамства урушаны гоноровы і державны узнагороды – медалі за бездакорную службу. Я дослужился до старших офіцеров. Сегодня мне присвоено очередное специальне звание майор юстиції. Получать очередное специальне звание всегда приятно для любого офіцера. Вдвойне приятно получить такое звание из рук замістителя председателя в такой торжественной обстановці. Накладывай какую-то определённу ответственность по достойному выполнению своего служебного долга. Нужно ко всему подходить полностью со всей ответственності, то есть вкладывай полностью себя в работу, чтобы получить желаемый результат. Управление Державного комитета судовых экспертиз было створено усяго 4 годы тому. За гэтый час ведамство доказало свою эффективность. Без ягою заключению не обыходится ни одна кримінальная справа. При гэтым наше региональное управление сёлято уліку передовіков. По выніках першого по угоді яно з'являються лідером по колькості выконанных экспертиз – каля 23 тысяч. Усі яны проведены максимально худко, у адведеный законодавством 30-дённый термін. На узброєнні ведамства як сучасная, так и провереная в опытом обсталявання. Яно дозволяє оперативно, а головно якісно провести усю необхідну працю, собрать каштонные докази. Проведення количества экспертиз увеличивается, качество їх, приобретається нове оборудование. И я, как человек с большим опытом, скажем так, борьбы с преступностью по укреплению правопорядка, также могу сказать, что перспектива дальнейшая, всё більше и більше значимость в борьбе с преступностью и укреплению правопорядка будет отводиться экспертной работе. И я думаю, что, ну, это мечты, конечно, наступит когда-то время, когда по только заключению экспертизы сразу материалы будут поступать в суд, и на основании этого будут рассматриваться вопросы о виновности или невиновности лиц. Ну, для этого надо ещё, так сказать, дойти технически, но мы идём по этому пути. Особливость работы Управления Державного комитета судовых экспертиз – тесное взаимодействие с органами УЛАДы, бо стабильность и беспека краины – галовные ориентиры сучасности. До того ж зараз активно ожитивляются международные взаимодействия со специалистами Российской Федерации, Литвы, Польши, Хорватии и інших краин. Галовные меты – обмен навыковой информацией и вопытом работы. И в вынику – повышение эффективности боротьбы со злашинностью. Вероника Вараширина, Максим Славин, Пеллер, Радоокампания, Гомель. Сегодня завершилась первая змена военно-патриотичного лагера «Курсантты». Проект, иснуя шесть годов, на базе Белорусского державного университета транспорта. И каждое лето зусёй в области, ёнь сбирая подлетка, у якес находятся на профилактичном улику. Удельниками сёлетней первой змены встали 25 человек. Девять дзём яны жили, як сапраудные курсанты военно-транспортного факультета Белдута. Строгий режим организаторы объяднали с насыщенной культурной и спортивной программой – экскурсии, кинотеатры, боулинг, парк, аттракционов. Особливость гэтага года у тым, что удельники у першыню паспробовали сябе и у громадско-карыстной справе. Працавали на сельгазпортприемствах. Задействованы были все межведомственные ведомства, службы, облсполкома, горысполкома, районных служб. Также мы постарались привлечь и спонсорские средства. Результат, я думаю, что за 9 дней программа была насыщена. Ребята отдохнули. Самое главное, что они не совершили преступления и правонарушения. Они живы и здоровы. Я думаю, что вернутся домой и будут уже готовиться к учебному году. Но и впереди еще месяц. Я думаю, что в районах тоже им найдут какую-то занятость. То ли это будет трудовая, то ли это полезная. Другая изменена лагера распочнется уже у наступный понеделок. Увогуле, загады иснования профилактичного проекта, его удельниками стали больше за 300 человек. Зараз многие из былых тяжких подлетков законопослухмяные грамадяне, которые нашли свое место в жизни. Это и другие новиды вы можете найти на нашем сайте у интернета по адресу www.tvregomial.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомить Максим Савин.